Большой рывок в своем развитии сделала Центральная библиотека Копейска. Учреждение попало в региональную программу «Культурная среда» в рамках национальной программы «Культура». И сейчас его попросту не узнать. Изменения горожане заметят с самого входа. Появился новый гардероб и не только. У нас здесь появится кафедра. Раньше такого не было новшества. То есть здесь будет библиотекарь, который будет очень доброжелательно и внимательно встречать наших копейчан. Помощь посетителям может понадобиться, ведь изменилось расположение залов. Теперь нет ни абонемента, ни читального зала. Замен им появляется отдел обслуживания. Как полагают в библиотеке, теперь интересно будет гостям всех возрастов. И встречает в нашем отделе обслуживания этот сектор «Светлый город». А для слабовидящих, слепых копейчан он пока еще не доделан. То есть это еще в процессе. Стеллажи еще будут привезены, книги будут устанавливаться. Но он будет находиться именно здесь. Рядом детский отдел с соответствующей литературой. Далее можно зайти в кабинет для мозгового штурма и совещаний. Там часто проводит время общественная молодежная палата. Появилась графитовая стена, на ней можно рисовать. Выйдя оттуда, копейчане попадут в центральную часть отдела обслуживания, где расположилась кафедра и разместили стеллажи с книгами. В этой части найдется место для уединения. Читатель может выбрать между закутком с волнообразными диванчиками и зоной с воодушевляющей картиной. В этом помогла художница Инга Рублева. Отдел искусств также преобразился. Улучшился значительно и зал информации. То есть мы закупили моноблоки новые. То есть вся техника для читателей, она вся новая. Прекрасная техника. Интересно, я думаю, что и принтеры мы купили, и цветной принтер купили. Ну, то есть все для наших читателей. Ну, вот у нас красивая кафедра появилась, она вот с такой подсветкой. Вот, старались все сделать в тон, в цвет, то есть вот шкаф за спиной, там стеллажи, чтобы все соответствовало. И пол, как бы вот у нас такой белосерый потолок. Ну, хотелось бы, чтобы вот такое было все светлое. Интерактивность библиотечного зала поражает. Закуплены приставка Xbox, а также два 3D-шлема с различным контентом. Например, при помощи новых игр и оборудования можно изучить дикую природу и особенности поведения различных животных. Полностью на английском языке, в принципе, это и возможность послушать носителя языка, попрактиковать свой язык. И уже вот где-то на минуте 3-4 те люди, которые хотя бы там основы знают языка, они уже начинают вливаться, понимать. Там можно ходить, бродить, давать медведю повод пойти там направо, налево и вот смотреть уже, что он будет делать. Для развития молодежи здесь созданы все условия. Более того, некоторые из ребят и сами помогают библиотеке преображаться. Вот мне захотелось прийти помочь. И мне не казалось, что будет так интересно здесь работать, потому что, ну, точнее, волонтерить. Потому что, ну, вот правда, разговариваю с людьми, здесь очень доброжелательный коллектив. И мне очень нравится работать с ними, ну, разговаривать иногда. Тоже среди книг, среди всей этой атмосферы, так как я очень люблю, ну, читать тоже. Это, я думаю, мне очень полезно. Есть и другие изменения. На месте бывшего закрытого фонда, куда мог попасть далеко не каждый копейчанин, появился демонстрационный зал. Это у нас будет демонстрационный зал, и в том числе будет краеведческий отдел здесь. То есть все те, кто интересуется нашим городом Копейском, я думаю, что это все копейчане, все наши школьники и детские сады. То есть вот именно здесь будет вот эта кладезь нашей информации о нас, о нас, о копейчанах, о нашем городе, о природе, о наших предприятиях. То есть вот это будет зал, ну, я думаю, что тоже очень интересный, ну, замечательный. И в том числе здесь будут проводиться мероприятия. Аппаратура для мероприятий есть. Закупили синтезатор, колонки. Применение оборудования действительно вскоре найдется. На торжественном открытии библиотеки по окончанию работ. Оно состоится в конце августа.